Для Рязани с ее регулярными экологическими происшествиями это видео соцсети уже, наверное, не шок-контент. Для всей остальной нормально России, очень даже. Житель местечка-городище Александр Тихонов показывает результаты сброса в воду промышленных отходов. Местное население жалуется, рыба в воде плавает, но плавает она уже сверху, к сожалению, дохлая. Сейчас вот для наглядности наберу баночку, чтобы увидеть цвет, консистенцию. Черная вода с фиолетовым оттенком – это приговор всему живому. Погибшие утки и массовый мор рыбы, похоже, только начало. Если держать в уме то, что быстрица впадает в аку, экологи начали действовать незамедлительно. Видео нас произвело такое впечатление, что там не вызывало сомнений в подлинности происходящих там событий. И шок некоторый вызвало, потому что, ну, вы видели там черная река, мертвая рыба. И мы помогли им, взяли на контроль, отправили письма в природоохранную прокуратуру, Министерство природопользования. Какие-то промышленные предприятия явно это, ну, не частное какое-то там домохозяйство. Возможно, что вот с этими аномальными дождями, может быть, какие-то очистные сооружения вышли из берегов своих. Три года назад в этих краях вода уже меняла свой цвет. Тогда она была кроваво-красной. Надзорные ведомства фиксировали 30-ти кратное превышение уровня железа, свинца и цинка. И тогда виновники были найдены. За стоки шлама отвалов были наказаны два промышленных предприятия. В этот раз виновных тоже найдут. По результатам мониторинга средств массовой информации мы выехали на место совместно с трудниками Министерства природопользования. Привлекли необходимое лабораторное сопровождение. Отобраны пробы воды и почвы. По результатам прокурорской проверки будет дана юридическая оценка действиям виновных лиц. И в случае необходимости будут приняты меры прокурорской реагирования. Понятно, что должностное лицо оперирует только фактами. И строить предположения не его работа, а наша. Так вот, по нашей информации, на этот раз промышленные выбросы вряд ли причины очернения воды. Здесь все очень похоже на серьезный прорыв канализационных стоков. Отсюда и цвет, и фекальный запах, и ущерб экологии. Ручьи тьмы продолжают течь. Пока. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».